Субтитры сделал DimaTorzok Приветствуется, конечно же, пишите, почитаю, что-нибудь напишу, отвечу Ну и самое важное, самое главное, ваши лайки, пальчики вверх, нажимаем под этим видео Поможете мне, а главное, моему каналу, а я скажу вам большущее спасибо Итак, в прошлой серии, короче, я взял вот такой сарай, блядь Сарай команды А А что сделать, даже не помню, надо Сейчас постоль, впервые взял грузовик, не грузовик, а этот Как его? Автобус, во, автобус, или как, микроавтобус точно Впервые взял микроавтобус, сейчас будем смотреть Двигатель вот у него такой маленький подкапотный, двигатель стоит, все нормально Давай посмотрим Оу, деталь не найдена, деталь не найдена Тормозное, так, тормоза нуждаются в ремонте Слышен шум во время разгона И по двигателю что-то Давай попробуем вот что сделать Так, а как это сделать? А, во! Давай попробуем все измерить Сейчас мы все измерим, посмотрим какие детали у нас появятся А подвеску мы пойдем чинить, проверять Наверное, на трек попробуем съездить, посмотрим вообще, получится ли Вот релюхи там какие-то 50% Вот они, смотри Насколько я помню, короче, все детали, которые до 70%, их нужно менять Это я как понял, я не знаю, правда это или нет, сейчас посмотрим Так, это мы проверили, хорошо Так, топливный манометр, давай Топливную систему проверим, так А я уже вижу, все ржавое вон там Карбюратор в жопу пошел, ясно Так, 64, 60, 73 Карбюратор дохлый, ясно Давай глянем Детали не найдены, смотри Вот собака какая А что мы еще можем посмотреть? Компрессометр Давай компрессометр Не, компрессометр у меня только что был А, нет Вот, кромысло клапана Что? Кромысло клапана, коленвал О, посыпло поршень шатуном О Тут поршневые кольца Ёптеть Так, ладно, это уже интереснее Все равно, смотри, детали не найдены Хера себе, серьезно? Так много? Так, ну ладно, а что, а что, а что Давайте, короче, все по порядку Смотри, во-первых, во-первых А жижи-то сменить надо А, нет Так, я вот сейчас думаю Просто что делать Ну, так или иначе Так или иначе, смотри Давай делать вот что Значит, берем шприц По-любому выкачиваем из радиатора жижу По-любому Нахер жижу из радиатора Жижа ушла Давай из рулевой тоже выкачиваем И мы сейчас заменим это дело По барабану Пофиг, мне не жалко Пускай будет Тормознуху давай туда же На всякий случай Чтобы ничего не пролилось Все, жижу убрали Окей Смотрим Значит, сразу вижу фильтр грязный Вот, фильтр, видишь Идет все уже Сразу в помойку Вот он 28% Так, это мы снимаем Давай сразу А, добавлю на список Вот это вот не надо Погоди Вот это вот не надо Это мы все убираем Так А, вот Слушай, здесь можно наводить Прицел И добавлять сразу список Эту деталь Я не знал, кстати говоря Так, давай сразу О, смотри, ящик Открыть, да Чтобы не запутаться Я буду сразу Сразу буду записывать О, экспо взяли Нормально Откуда у меня столько там деталей? Хера себе Слушай, кузовню пока не буду выкидывать Я же купил себе прошлую серию Покрасочную камеру Может быть там можно будет Как-то восстанавливать кузовню Там, кстати, есть такая фигня Но мне что-то для нее нужно купить Какое-то еще устройство Или что-то, короче Я смогу восстанавливать кузовню По-моему Пока мы это все оставляем Значит, фильтр я взял Вот эта штука Карбюратор Сразу Добавил Сняли Сразу видно Но он ушатанный Так, да 4% у карбюратора было Получается здесь 2 карбюратора Что ли? Ничего себе Так, провода скидываем Провода нормальные Вот крышка вот эта у меня беспокоит Она какая-то А какая-то ржавая она Так, прыснули 16% летишкина колотишкина смотри ядре твою колотить ой-ой-ой так снимаем второй карбюро так подожди крышку добавить сразу все я докопался до истины истина где-то рядом оказалось все сейчас снимаем ой-ой-ой-ой-ой пол машины придется разобрать слушай так щелкиваем вот это есть щелкиваем вот это есть крышку трамблера снимаем бегунок ротерты бегута он называется по-русски ну ладно так это все снимаем снимаем крышечку хлоп снимаем прыжкаем снимаем дальше так крышка нормальная так теперь еще смотри чтобы снять вот это надо снять выкрутить свечи ибо так как свечи интересно расположен прикольно так сняли свечи выпускной коллектор сняли ой так не снимается прыжкаем снимаем сняли выпускной коллектор так а что еще и а что это штанга толкателя клапана а нифига здесь как смотри здесь идет распредвал вот он распредвал он толкает толкательные клапана охренеть как интересно так снимаем ладно вот эти надо поменять смотри коромысло клапана вот оно вот оно как выглядит коромысло наше добавил коромысло добавил снимаем дальше еще коромысло будет куча коромысел у нас ёптить вот это конечно да главное что бабок хватило опять я переживаю у меня четыре с половиной тысячи это такое себе я просто не ожидал что здесь будет такой геморрой сейчас здесь половина двигателя просто надо поменять так ну допустим это мы сняли теперь давай вот это с ним они просто вытаскиваются отлично отлично они вроде живые по 74 по 75 процентов нормально будут 70 это уже такой себе на 76 63 кстати это тоже нехорошо 59 возможно тоже нужно будет поменять 76 так подожди толкатели да это называется нет нет толкатели здесь не вписались ну и хорошо зачем их менять не будем так снимаем вот эту всю штуковину как называется голова 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 головка блока или как я не знаю так ушла головка блока цилиндров все правильно я сказал значит ее записываем головка блока цилиндров так давай дальше смотреть смотри что у нас еще есть у нас есть какой-то вентилятор нехороший ржавый давай его снимем потому что он падим ржавая крышка и тоже надо менять стопуду так вентилятор 56 процентов появилось у нас такой нет воздушный фильтр два карбюратора так понял это мы все 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 сделаем так значит а вентилятор нормальный оказался так здесь надо что снять ремень раз ремень два так ролик шкив извиняюсь водяного насоса мы все же слили нам не страшно это что за приблуда а это сам водяной насос такой ничего себе шкив коленвала пошел нахуй так и вот крышка грм которую точно надо поменять так музяка пошла крышка грм 1 процент пипец добавил а ремень еще друзья ремень 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 не доглядел добавил ремень так смотрим что еще вот там внутри как будто что-то реально ржавое поэтому наверно придется это тоже снимать а чтобы это снять чтоб это снять надо что сделать надо снять все остальное да да давай снимаем свечку заметил смотри свеча сразу под замену ага кромыслы еще одно так понятно свеча добавляем свечу кромысла опа заржавевшая так так кромысла сразу добавили еще одно это все снимаем так свечки сразу выкручиваю вот поэтому надо покупать на самом деле все стенды всевозможные стендом покупать в первую очередь потому что с помощью стендов мы можем посмотреть и подвеску и тормоза и вообще что происходит с машиной на покупать это что потом как бы ебать мозги машина приехала приборами проверил на стенд загнал тебе все показали какие детали менять не надо гадать вообще не надо лезть куда-то вот и все ну ладно не все сразу как говорит так это есть это есть выпускной коллектор сняли давай так он нормальный живой так вытаскиваем шпильки генератор идет в баню я щас разберу все просто а вот там еще вижу все на колесах еще все ржавое так это все нормально шпилечки вот эти вытаскиваем толкатели до штанга толкателя до 74 60 а 70 23 вот она друзья вот штанга толкателя записал там дальше вот сейчас это нормально будет смотри а следующая тоже голимая да следующая тоже голимая видно еще одну записал хорошо так это нормальная это тоже нормальная снимаем теперь снимаем вторую вот эту вот головку блока цилиндров так или как там правильно так рыскаем снимаем глушитель сатью државы на нас смотрят сразу так чего а нужно поднять я понял ладно допустим так поршня смотри один поршень черный все сразу видно вот он черный поршень поршень шатуном значите нужно разбирать чертовой бабушке братчик неудобно бля чё так неудобно то в натуре ну где бля как мне вот так оп ну хоть так цепь снимаем цепь записываем ебать тут покупать а так это вроде нормальное живое так это насос гидроусилителя мы же все выкачали да мы все выкачали жижи сняты все снято можно это снимать так насос гидроусилителя вроде нормальный значит а как мы его оттуда вытащили смысл через перед вытянули серьезно это очень интересно так а колпана нам почему не снять так что подожди как-то разбирается вообще а что мы а фильтр мешает чего типа блять серьезно а он снизу все ясно блять почему мне не снять с фильтром ее я понять не могу чем фильтр мешает блять бред ну ладно поехали надеюсь мой подъемник не сложится под этой дурой нормуль так ну поехали глушитель сразу же меняем переднюю часть так ушла передняя часть глушителя фильтр сняли так сразу же давай посмотрим что еще тут есть у нас так задняя средняя выхлопная система средняя часть убрали задняя часть кстати подожди записать записать фильтр я записывал фильтр я записывал или нет так нет фильтр я не записал фильтр записываем а 61 процент а не буду его записывать его обратно вот насрать так не делается мне насрать нет вот я зря сделал стоп это я два глушителя случайно записал до кромысла подожди задний средний да вот один нужно убрать надо средний средний добавить один раз подожди средний блять средний глушитель добавили так далее смотрим ой бляха так подвеску лана давай подвеску попозже наверно давай с двигателем разберемся начать запутаюсь нафиг да и денег не хватит так фильтр мы сняли сейчас мы снимаем а почему нельзя а коленвал подожди мы сначала коленвал ёпте серьезно вы задача снять картер вытащить коленвал а потом только снимать это все вот это поворот так ладно снимаем масляный поддон так как блять я не смыл масло сука а да да я не слил его блять я все же же высосал масло забыл вот падла минус 100 кредитов нам точно денег не хватит нам точно не хватит денег так ладно хер с ним не будем плохом а нам нужно вытащить вот этот хую бору чтобы вытащить хую бору чтобы вытащить хую бору подожди надо открутить вот это все так это нормальная штука от клапан нужно еще будет заменить вот это черный видно так это все хорошо клапан мы вытащим сверху да так это все откручиваем вот это откручиваем так вот это откручиваем ёптить здесь его откручивать надо так вроде в нормальном состоянии детальки эти так откручиваем это так вот это и водить крутить не перекрутить а так и вот здесь и вот это так вот не а клапана надо тоже вытащить так клапана надо вытаскивать наверное сверху да ебать вот это я конечно прилип да так сразу вот он поршневые кольца кстати у нее нормальные смотри добавить там где-то было написано поршневые кольца надо менять кстати вот поршневые кольца 18 процентов добавил так здесь вроде более-менее живое живое хорошо так здесь нормально более-менее пойдет поедет все нормально так хорошо теперь поднимаем обратно бля слушай как я забыл масло слить блин мне уже столько геморроя столько раз я вот она этом наебался я думал что я уже не могу этого забыть блять забыл забыл а что он почему нельзя снять его погоди а что нам мешает его снять стартер серьезно нет места а вот там что-то надо коробку стартер снимать ёбушки это это блять это реально что-то чем-то короче надо будет разобрать весь этот ёбаный трактор смотри насколько я понял то бишь ёпту кардан смотри какой нормально так давай снимаем вот эту вот херобору вот это прикольно самом деле это прикольно мне нравится такие здоровые вот эти вот машины делать классно жаль здесь нет грузовиков было вообще наверно люто каким грузовик подчинить это ж пиздец так сняли теперь надо снять значит вот это оно все нормально и вот это правильно я говорю наверное я я не уверен но наверное так это была корзина это диск сцепления маховик вот и теперь мы снимаем коленвал ёб твою душу мать так коленвал записываем записал коленвал хорошо так смотрим да мы нашли все детали просто все блять вообще все по тормозам мы пойдем потом задний глушитель передняя часть средний глушитель мы все нашли тормозами мы займемся чуть попозже то это все херня это все мелочи давай ищем так как там делается я уже забыл так воздушный фильтр 2 карбюратора 40 кредитов это все мука карбюратор 205 вот это уже начинается не мука нифига так есть крышка оголоски блока цилиндров 400 зашибись мне не хватит денег карбюратор может стоить дешевле чем сраная крышка блять или действительно так и есть я не знаю карамысла карамысла стоит копейки сколько мне их надо кстати 22 карамысла покупаю еще одну так есть головка блока цилиндров 750 подожди стоп а я могу что-то починить как же я так забыл то крышка головки блока цилиндров сука за 400 кредитов блять карбюратор сука я ненавижу эту игру ебанина вот так вот друзья вот так вот мы найдем сами себя на бабки сука нахера я это все покупал твою же мать они подожди до крышки то у меня 2 нах да все же правильно я забываю что когда деталь красная она не чинится а это же две крышки тут две крышки все нормально я все сделал грамотно меня не уволят с должности механика все будет хорошо пойдемте нахуй отсюда крышки-то две да так вот головка блока одна я вижу подожди а где 2 это также 2 головка блока подожди вот головка блока так погоди вот головка блока я ее починить не могу логично логично а крышку подожди блять а крышка 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 всем крышка я я блять я я я я путаю я очень путаю серьезно тут смотри у нас есть вот крышка головки блока вот она раз еще одну я купил и одну я починил да вот одну купил одну починил давай смотреть вот одна где 2 который я чинил только чтобы ли где она а я ее полностью починил это другая или это то я сейчас нихера не понимаю я запутан блять я запутан а карбюратор я тоже не могу чинить дай блять как я путаюсь вот в этих патч карбюратор 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 подожди я бы прощелкал так это я ничего чинить не буду погоди карбюратор ой блять я запутался вообще в хлам честно я просто запутался сейчас я чинил какую-то крышку где она одну я купил другую починил вот одна вторую я в упор не вижу я вообще в упор не вижу блять я ее не вижу глушители ой блять докатись оно все нахер так смотри будем делать так мы посмотрели что починить можно только детали которые в принципе как бы они нормальные и чинить их не надо поэтому можно спокойно покупать все детали правильно говорю правильно говорю все в пизду головка блоков цилиндров так это мы только что взяли вот эту штуку купили крышка грэм я же ее купил да головку блока я купил нет головку блока я не купил так головку блока я не купил ой бляха головка блока цилиндров бля это это просто вот одна вот вторая вот она все все нормально все головка блока цилиндров так нету о 2 головка сейчас наберем головка вода я не покупал все нормально значит крышка покупаем да приводной ремень но это копейки это мы покупаем свеча зажигания это электрика мы потом посмотрим штанга сколько их надо две штуки штанги две две взяли штангу удалили так ремень грэм цепь грэм извиняюсь да купить одну штуку взяли передняя часть выхлопной системы взяли стоит недорого так так задний глушитель 300 ёб твою мать у тракториста блять так средний глушитель нафиг так поршень давай поршень сколько поршней надо поршень один поршневые кольца тоже одну надо ну пару типа да так коленвал 200 не вновь хватает бабла а еще тормоза же делать коленвал то головка блока цилиндров b ну покупаем что делать что делать купить средний глушитель берем да да задний глушитель берем куда деваться все сейчас зажигание в электрике смотрим электрика 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 одна штука все я купил все надеюсь ничего лишнего надеюсь ничего ненужного все так так думаем 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 а чё думать думать нехер давай собирать так ставим на монтаж обратно смотри понеслась пиву готова масляный этот фильтр сразу я ставлю старый я нахер подожди ну да масляного фильтра не значится значит он нормальный все нормально все так коленвал ставим и понеслась вот эта херобора а она должна сверху ставится херобора я понял так давай тогда глушитель воткнем пока не забыл чтобы уже все это отвязаться от этого говна так подожди а здесь еще надо а вот сюда надо было переместиться я понял далеко стояли так хорошо так здесь вроде как все так 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 опускаем тачку да сегодня у нас прям такая блин было бы интересно если бы сказали кузов покрасить у меня же есть покрасочная камера блин я теперь могу краской пшикать налево-направо это же вообще круто я представляю какая будет у меня первая покраска я наверно ахерей там просто ладно посмотрим не будем загадывать может все пройдет вообще суперский я покрашу супер уникальный цвет хамелеон вот так вот да знаю такие слова хамелеон вот тихо и все у меня будет вообще чики-пуки так может я маляр от бога бля кто знает может вообще руки золотые и я их продам сколько одна рука золотая весит интересно килограмм золота сколько там получится так можно дорого продать ставим крышка а у них эти крышки разные получаются да ой головки головки блока разные получают да или нет подожди а слушай получается наверное разные да у меня сейчас на выбор левую оставил меня на выбор дал две новая и порченная а тут у меня дал совершенно другую они разные получат а чё делать подожди а это то я не ставил про подожди стоп 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 а как он мне дает прикрутить крышку если я не поставил туда а потому что он просто туда всовывается хорошо а вот эти толкатели пускатели они типа отсюда всовываются нифига себе так пускать или толкать или я не знаю как их там еще назвать давай ставим назад фига то есть можно крышки все закрыть и потом составить на место интересно ну да ладно сейчас будет прикол знаешь если мы все соберем а вот такой а вот там вот была еще одна дерьмовая деталька она вроде как бы нормальная но у нее там 60 процентов был износ и вы ее не поменяли а находится она вот сам там середине вот двигателя прям блять самая там этого центральная внутренняя деталь я вот это дерьмо буду обратно все разбирать ахуе ну да ладно я проматерюсь конечно очень жестко и грубо я вас об этом предупрежу чтобы ушки закрыли но придется разбирать еще раз если так будет я думаю так не будет мы вроде все грамотно сделали все детали нашли все записали опять с ремонтом немножко попутались конечно а может не попутались может я опять что-то напутал я и блин хер с ним так крышку ставим выпускной коллектор ставим свечечки херакс свечечка херакс никогда не делайте так вот никогда не делает так меняйте свечи всегда этим набором надо менять одну свечу потом вторую свечу это такой бред мне кажется на самом деле это тут краилом просто занимаюсь денег не хватает ухода деньги но насрать так ох херва куча болтов так спакуха так погоди вот это ставим обратно так это есть давать эти вот шпильки по саму эту кроколыгую оставить не буду переднюю кронштейн для генератора для чего там я не помню он мешаться будет сейчас вот это воткнем а давай это по порядку смотри чик чик сразу все это кромысло сразу хуяк хуяк о смотри как грамотно вот и все так отлично так хорошо так погоди ага есть так на место хорошо прикрутили заеду зашибись давай я буду все комментировать так прикрутили засунули закрутили это было самая долгая крутилка у этой машины так смотрим дальше крышку да я я накосячил друзья я накосячил смотри бля я накосячил сука смотри я снимаю у просто демонстрирую я снимаю я одеваю обратно и он мне дает две на выбор я ее зря покупал это 400 с хуем кредитов я ютуба отремонтировал ты понимаешь я опять запутался в этом ремонте а здесь он уже а здесь вот вот здесь он уже другую крышку ставит 60 процентов крышка то что она другая а я бы искал где-то вторая крышка я искал здесь вот я ее не видел серьезно где я не видел эту крышку я вторую я не мог найти эти две крышки вот серьезно я специально смотрел и не увидел ну и хуй с ним ладно ну и ладно ну и все блин я конечно расстроился 400 кредитов просто коту под хвост я конечно сейчас все попробуем продать но продать мне дадут только наверно за половину обратно хотя деталь новая неношенная муха на ней ничего не делала обратно за половину стоимости отдадут конечно так всегда бля так хочу не закрутили ага так но я надеюсь я сейчас все правильно сделаю все грамотно давай карбы поставим так один карб это которому купили мы их местами поменяли получать ну насрать так второй карб да не какой все верно а мы починили один и второй купили все верно да 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 все нормально все нормально так катушка ой это не катушка как называется распределитель зажигания бегунок ротор так называемый до крышка стартера ой старт этого как-то херня называется господи блять из головы вылетела я знал я знал как она называется но забыл да и насрать так крышку воткнули фильтр новый воткнули крышку заткнули тихо вот крышку есть болтик прикрутили так смотрим у нас осталось по роликам по ремням у здесь вот еще что-то подожди тогда вот они пошли гидроусилитель насос на место ремень на место второй ремень на место вентиль вентиль шментель на место такой ржаненький но ничего походит как говорится так а и получается все так подожди не понял а господи я думаю а где все детали вот все во ну ладно так а я забыл коробку коробку надо еще прикрутить ёптить сейчас бы тачку без коробки бы оставил было бы весело коробки то нет увидел тут ни хера вообще нет так ставим на место все маховик диск сцепления нажимой диск сцепления не нажимай а выжимной но по-моему ну ладно его не буду здесь умничать так а то еще засмеют меня потом так коробка такая ракета брать они коробка так стартер так и вот эта штука кардан идет сюда на место длиннющая такая трубень а так походу все а хуй все блядь ну да да вот все так я оставил ну да я лайкерен да ну почти все что подумаешь полдвигателя не собрал какая разница прикручиваем здесь очень много нужно прикрутить будет хорошо что игра еще подсказывает вот подсвечивает эти детали которые крутить надо я будет на раз ума сошел потому что вот она у так вот смотришь она все какой-то вот тут тут хер ногу сломит понимаешь вот в этих вот штуках вот серьезно а там же по моему есть такая функция чтобы вот эту подсветку отключить в этой игре то есть чтобы это типа экспертом вообще понимаешь там закрытыми глазами так чтобы все на место ставить не нафиг я так не хочу я точно тогда эту машину буду блин меня три собирать так готово вроде да все крышку одеваем точнее этот поддон масляный так и вот теперь похоже на ту а нет не все провода 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 где где кнопка провода забыл на свечи накинуть увидел свечи вспомнил про провода подожди подожди а провода провода лежат они не одеваются подожди как мне одеть провода а чё за прикол подожди а как мне провода то накинуть а вот как я свечи не поставил ну ладно бывает подумаешь забыл чё вы сразу они прям подсвечены типа силуэты и незаметно во теперь можно и провода накинуть тихо тихо и все вот теперь машина собрана вроде как так смотрим по списку все собрал айда я айда молодец так подожди тормоза задние глушители все тормоза делаем друзья и отправляем его своя си денег заработаем еще бля так вот он сразу снимки снимаем тут видом все ржавое суппорт надо купить надеюсь хватит бабок так суппорт надо купить снимаем он не откручивается прыскаю готова так ну так я больше ничего не вижу там ржавого сильно так здесь что так вот здесь возможно диск какой-то ржавый сильно по моему сейчас диск посмотрим да диск конечно а подожди дай-ка я сразу так вот сделаю как я тормозу и супа кстати починить починить стоп отебись от меня грузовик я хочу починить суппорт подожди я могу чинить суппорт я могу чинить суппорт и я буду чинить суппорт а то меня сейчас опять его купил бы девяносто семь процентов хватит с него как новый почти так диск тормозной я могу проточить на станке станок у меня есть уже куплен смотри чё делаю херак снял херак проточил на самом деле это мне кажется это бред собачий диск который на 20 аста которому осталось 25 процентов да у него годный его ты еще проточишь то есть ты еще снимаешь с него там сколько-то да там какой-то слой этого металла то есть он становится еще тоньше и чё от него там останется он будет тонкий как лист бумаги этот бред ну да ладно главное нам экономия так смотрим что еще можно здесь поменять так здесь вроде все в порядке вроде нормально так вот здесь вот суппорт вижу тоже чтобы им чинить ой как прикольно когда не надо покупать их почти ништяк а здесь и суппорт и диск походу а еще походу колодки а и колодки не террасе так тормозной суппорт мы починим а его нельзя он красный нельзя смотри нельзя этот супер мы не починим да это вы чинили этого нету да смотри да он где вот он красненький так значит его надо купить колодки надо купить тормозной диске еще с еще один снял проточить так пускай пока точится мы пойдем закупаться какой я мастера да ёптить просто так ищем тормозной суппорт взял дисковые колодки какие дисковые нахер так все купил о как раз проточился диск ни секунды не теряю весь в работе весь в работе так ставим это все теперь обратно и мы в дамках да 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 мы все нашли все нормально все ставим ну красота же ну красота ну красота же а потом буду говорить что все из магазина и все новое так и есть так готова так тормозные колодки суппорт и колесико все готова так с этой стороны смотрим здесь только суппорт ой не тут вот это да все нормально так сейчас проверю все ли мы сделали залить и жижи все еще надо не забыть кстати говоря все сделано все сделано заливаем жижи и машинку отдаем прикольный фургон мне понравился фургон делать прикольно что передние колеса разного размера это прожитая это я задние наперед поставил вы будете сдеваетесь смысле а как теперь узнать передние колеса разного размера ну пускай ну какая разница что визуально я не замечаю визуально вроде одинаковые ладно хорошо на сраня сейчас глядь у него разные колеса спереди и сзади получать стоят либо размер либо ну либо радиус ты либо ширина наверно можно может разноширокие какие то я не знаю ладно лишнюю работу сейчас сделали сняли одели еще раз сняли еще раз оденем то уж я не знаю где какие размеры сейчас значит поменьше наперед побольше назад поставим ну как то делается обычно или как то так смотрим вот смотри 265 60 так они все 18 265 65 это один комплект 265 55 это второй комплект получается вот этот комплект 55 он более низкий профиль у него низкий поэтому наверно ставим его на морду скорее всего а назад мы ставим более повыше резину я считаю как то так да и стоп не то вот так а 55 сейчас не должны доебаться разным колеса поставил как поставил так и ехать ехать тоже мне первый раз что ли за рулем справишься так а вот сюда вот 65 все потолще честно говоря вот вообще не понимаю зачем это ставить мне кажется назад можно ставить такие вот высокие колеса да ну если у тебя передний пониже а сзади повыше только если у тебя какой-то очень мощный мотор о для этих дел только мне кажется надо а так мне кажется это нахер не надо хотя я откуда я знаю так ну вроде как все давай попробуем а стало на колесике заебись так капот закрыли все давай эту фигню на улицу первым воротам могу в покраску загнать но не буду меня не просили и окрасить так здесь все сделано 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 жижа залить так жижа 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 льем жижи не могу человека без тормозных отпустить не ни в коем случае так хорош даже перелил по моему немножко не нормально так омыватель не меняю вот это до гидроусилителя жижа это бонусом ему пойдет ладно мог бы не менять там не было задания поменять это бонусом ему пойдет так готова и радиаторная жижа так здесь льем на ощупь короче вот примерно сейчас вот так и и хватит да я думаю хватит масло 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 забыл масло 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 пошло масло пошло масло ну как новое сейчас поедет елки-палки микрофончик поправить подожди подожди тихо о повыше вот так вот отлично так масло хорош наверно так щупаем щуп щуп пощупали щуп все хорошо показывает у нас все отлично все давай закроем и давай попробуем отдадим да все все 7800 было 4 500 ну 2 300 где-то так заработали нормально пойдет что у нас там по заданиям смотри коробку сделать не хочу двигатель глушитель масло вот это можно взять кстати очень дорого можно взять сюжетное давай сюжетный возьмем да это сюжетный сюжетный заказ здорово тут такое дело я должен машину папаши он ничего об этом не знает потому что уехал в командировку так получилось что когда я возвращался ночью мы красить ее будем что-то выскочило прямо перед капотом я ехал очень медленно клянусь я не затормозил и вот результат машину немного тряхнула но наверное так уж все плохо правда ведь пожалуйста сделай все возможно чтобы скрыть следы от удара отец меня прибьет если узнаешь что я брал его игрушку это его любимая машина прошу тебя сделаю все быстро ты бэха что и какая-то отремонтируйте и замените детали кузова замените масло перекрасьте в заводской цвет другие да друзья конечно берем и красить будем слушай ну и такой капот мощный смотри жабры такие нихуя нихуя нарисована была другая немножко а чё она такая засранная то бля он по моему в кювет три раза улетела перевернулся еще пять раз и выехал на дорогу бля это что бля а ну тут хоть по кузову отремонтируйте и замените детали кузова отремонтируйте так подожди я хочу вот что посмотреть ремонт деталей кузова есть такая вот она смотри за гаражом появится контейнер с инструментами нет это не то это утилизация подожди так а ремонт кузова где стоянба а во сварочный аппарат открывается заказы на ремонт кузова вот и вопрос он стоит 5000 у меня останется 2800 я не знаю хватит ли мне на детали я не знаю хватит ли мне на детали а что нам нужно еще сделать погоди а не 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 вариант нет бля она вообще не хватит 7800 там и кузов то дорогие детали стопудовый кузов очень дорогой так ладно хорошо нехер здесь думать погнали какой-то двигатель тут супер мощные адские вообще космический стоит от ракеты ну давай да не пока все нормально все отлично давай померяем электричество у нас все электрику проверим сейчас 220 как розетки покажет электрокар ебаный так тоже все хорошо смотри там по подвеске наверно стопудового всякого говна сейчас будет он что-то сбил там короче по подвеске точно будет жопа а может быть только кузов не знаю так ну и последнее что мы можем проверить это компрессор это как раз таки двигатель а двигатель сейчас мне напишет убей меня смотри нет ну компрессия дерьмовая кстати 8 9 это 9 это первая компрессия на самом деле у нее зона 10 12 зеленая даже обозначена хорошо ладно и че мы узнали ни хера мы не узнали ой блять так я не врубаюсь а че менять то покрасить автомобиль а нам не хватит нам не хватит бабла нам не хватит бабла и блять нахера я тебя взял так рано ладно смотри че делаем не хватит денег да не хватит я даже не буду пробовать я не буду этого делать смотри мы его отставим к третьим дверям да к третьим дверям возьмем другую машину нам не хватит нам нужно сделать что-то по подвеске там дохера там список огромный нам нужно купить кузовню она дорогая я знаю нам нужно покрасить я даже еще не знаю сколько насколько это дорого поэтому как бы нахер а если мы сейчас влипнем по деньгам это опять нужно будет это три часа копить деньги чтобы нахер не 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 нахер интересно возьму двигатель подвеска тормоза должно хватить супра тойота супра да это тойота это тойота супра я тебе говорю так смотрим не могу завести автомобиль деталь не найдена эй ключи потерял болбоёк наконечник рулевой тяги тормоза плохо работают тормоза не найдены так не могу завести автомобиль не может он завести автомобиль ну ключи надо найти я тебе говорю они что пустые пустые жижи рейки что ли гидроусилители а я вижу у него он смотри уже видно ржавое вон херовину торчит сзади поэтому он не может завести понятно так я все равно все проверю там вон сзади я забыл как этот блок называется вон ржавый там это топливная какая-то херобора о мне уровень дали нихуя себе а за каждую проверку дается одна единица уровня нифига себе я только сейчас заметил предохранитель а предохранитель а я могу так поменять предохранитель а фига смотри за каждую проверку дается один тот самый так я так могу вообще тогда бомбить сейчас смотри оп 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 зашибись рĩб вообще ништяк так предохранительdade а где у него бого предохранители нет это воздушная херота где был предохранителей подожди вот он блок предохранителей открываем кто из них а у меня было написано да по моему так давай вот это да достань Угадал? Не угадал. А это? Угадал? Не угадал. А чем было написано? А чем было написано? Сука. Так, смотрим. А, средний предохранитель А. Средний предохранитель А. А. Вот он какой. Вот он, средний предохранитель А. Пойдем купим. Блядь, надо планшет купить, чтобы не бегать к компу каждый раз. Он стоит 500 баксов. Так, средний предохранитель А. Это электрика. Нет, это не дисковые тормоза. Стоп. Стоп, средний предохранитель А. Средний предохранитель. Так, убрать средний. Да, 10 кредитов. Охереть. Так, и давай-ка. Нет, сейчас мы сделаем. Я знаю, что мы сделаем. Мы купим мусорное ведро, которое будет утилизировать эти самые забавки. И все детали потом скинем. Я сейчас не буду ничего продавать. Нафиг надо. Пускай хранится это все барахло. Так, поменяли. Одели обратно. Мы молодцы. Мы бодрые и веселые. Так, давай попробуем завести. Так, подожди. Как там? Все завелось? Я же сказал. Так, и поехали тогда, наверное, на трек. На трек, да. Тестовый трек. Есть еще гоночный трек. Мне открылся, ни хера. Нет, мы едем на тестовый трек. Проверим составляющие все. Подожди, как тут? О, нашел. Вспомнил. Так, погнали. Сейчас все недочеты на датачке найдем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Оу-воу! А что ее так влево-то унесло? Ничего себе! что я влево прям просто на улетела так подвеска н.р. не прошел а салом прошел отлично разгон прошел так стопы и мне тихо подвеску прошел очень неудобно торможение прошел неудобно камеру нужно самому крутить и поворачивать это неудобно жутко это вообще я не знаю зачем они так сделали сделали статичную камеру как в гонках и все о да о да да супер супер мы все узнали погнали на подъемник ну что ведерце ты моё не моё на ведерце погнали тебя чинить так что надо еще раз подожди так машина не заводится машина за не завелась наконечник дисковые тормоза тормоза иди какая-то еще деталь не найдена хорошо так ну наконечники у нас здесь надо наверно снять колесо будет конечно снимаем колесо причем со внутренней стороны из-под капли споты днища снимаем вот так вот мы так умеем мы так ноги он рука наконечник сняли смотрим здесь что у нас по тормозам все в порядке второй наконечник да вот он убитый жалко они не приезжают мятый знаешь кузов мятый битый был бы еще круче я думаю это все таки игра 21 года я думаю с они будут делать следующую часть они это сделают было прикольно там знаешь приезжает такая разбитая морда да типа и типа блин я там врезался поменяют и все такое было бы круто так здесь все в пар стоять ни хера не в порядке колодки я вижу колодочки поменять так кстати надо записать так надо записать подожди колодки бамс 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 готово так здесь что у нас подожди подожди так а чё нам еще надо на конечку рулевой тяги поставим дисковые тормозные колодки дисковые тормозные колодки дисковые тормозные колодки блять что как там дисковые тормозные колодки просто блять тормозные колодки они не могут быть дисковые еще какие-то они здесь барабанные тормозные колодки но они так а ну здесь в игре есть барабанные машины тогда ну ладно все ладно ладно диск тормозной и деталь не найдено. Хорошо. Тормозные, значит, колодки нам надо. И тормозной диск. Подожди, а здесь нормально? Не, ну здесь колодки-то нормально выглядят. Иначе задние снимаем. А вот и диск. Я вижу диск тормозной. Вот он ржавый-ржавый. Точить пойдем. Бля, я, наверное, все-таки, да. Я, наверное, все-таки буду копить бабки сейчас. Я куплю потом за 5 тысяч ремонтный для кузовни ремонт. Вот этот. Куплю. И уже потом буду делать ту тачку. Я не буду кузовню покупать. Потому что кузовню покупать, ну, это будет очень дорого. Просто пиздецки дорого. А так мы ее попробуем восстановить. Попробуем восстановить кузовню, покрасим, и мы сэкономим на просто дохерища бабла. Не сразу, как бы, мы потратимся на ремонт. 5 тысяч поставим, да, чтобы станок у нас был для ремонта. Но потом в будущем мы будем, как бы, включить. Короче, идея и понятность. Нет? Так, супер. Так, диск готов. Так, что тут еще? Заднее вот это колесо. Давай посмотрим, что у нас тут происходит. Да, вот там еще колодки вижу. Ну да, правильно. Дисковые тормозные колодки и барабанные тормозные колодки. Я же забыл. Я думал, здесь как бы барабанных машин вообще нет. Но они есть, я вспомню. Или нет? У меня ни разу не было. Подожди, что я вспомнил? Или были? Бля, я не помню реально. Ну и сер с ним. Так, купили. Все, пошли. Так, ой, ой, у меня кошка орет. Ничего себе. Так, так. Средний предохранитель. Это мы купили. Дисковые тормозные колодки. Три штуки. Есть. Так, это удалить. Наконечник рулевой тяги. Две штуки. Есть. Так, все. А вот и все. Так, погодь. Тихо. Отлично. Так, где? Где не вижу. Господи, запутался. Так, готово. Это мы прихерачили. Так, вот это с этой стороны тихо. Ага. Прихерачили. Какие мы молодцы. Колодочки ставим. Суппорт ставим. Так, колесико прикручиваем. Так, там еще, по-моему, масло надо поменять, нам сказали. Так, готово. Здесь у нас что? Не понял. А здесь у нас что? А зачем я здесь снимал вообще? Не помню, зачем я здесь снимал. Да и херфим. Ставим обратно. Здесь вроде все в порядке. А, наконечник рулевой тяги меняли. Господи. Так, смотрим дальше. Диск готов. Так, колодки готовы. Суппорт готов. Блин, надо ремонт кузова купить и надо потом купить утилизацию вот эту деталь обязательно, чтобы деньги не пропадали. Мы будем утилизировать, нам будут деньги за это платить. А так мы ломанные детали продаем по одному кредиту. Это как бы вообще ни в какие ворота. Смысл? Так. У меня почему-то еще колодки остались какие-то. Хуй с ними. Вообще насрать. Это еще хорошо, здесь суппорта, знаешь, как бы они одинаковые для всех машин там, да, вот эти. Прикинь, сколько для каждой марки еще взять. Ведь это вообще было бы просто, это, это, аааа, головная боль. Так, проверяем. Есть, есть, деталь не найдены. Одна деталь у нас не найдена, друзья. Так. Подожди, а какая деталь могла не найтись? Тормоза, а, все, так вспомню, господи, я же... Бля, господи, я же не сразу сказал. Ржавая херобора под капотом, ну. Давай, я скажу, ааа, молодец. Вот. Модуль АБС мы снимаем, а эту серию мы сейчас попробуем отремонтировать. Я надеюсь, получится у нас что-нибудь. Так, я надеюсь, у нас получится. Гидравлический блок АБС. Ну вот, почти угадал. Так. Давай, 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 давай. Падла. Он ломанный совсем, да, получается? Он совсем ломанный, бля. Его не починить, жалко. Так. Так, так. Бля, бля. Это удалили гидравлические. Нет, детали в этой... Чего? Чего? Подожди. Гидравлический блок АБС. Почему нет деталей? Подожди. Ааа, подожди. Гидравлический блок АБС. Электрика? Электрика? Серьезно? Это в электрике надо смотреть? Ах ты ж, сука. Девятьсот пятьдесят, блядь. Ах, блин, у меня ж зубы заскрипели. Ну ладно. А чё делать? Ремонтировать никак? Ничего никак. Ну и херст. Так, шесть-семьсот у нас осталось бабла. Смотрим. Хоп-хоп. Готово, готово. Всё готово. Масло, 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 масло поменять. Масло поменять, блин. А я её уже опустил. А, нет, какое масло поменять? Не надо масло менять. Сука. Это на то и было масло. Ой, я туплю. Долгий рабочий день. Вторая машина за сегодня. Не надо ничего менять. Чё я придумываю? Захлопнись и выгоняйся отсюда. Ой, не то. А, да... Ебать! А я планшет-то уже купил когда-то и забыл про него. Смотри. Ага, голова моя. Ай, голова. Ну ладно. Пиздец. А когда я его купил, я вообще в упор не помню, честно. Вот вообще не помню, когда я его купил. Но когда-то купил, когда-то уже было дело, потому что он стоит как бы 500 кредитов. И как бы, блядь, я, видать, его купил. И ни разу не пользовался. Ну я молодец. Так, отдаём машину. Ушла машинка. 8500. Хорошо. Берём следующего. Подвеска, тормоза, коробка. Вот давай вот этого самого жёсткого возьмём. У неё всё там есть. Подвеска, тормоза. Так. Рулевая рейка, рулевая тяга. Необходимо смотреть ходовую и заменить повреждённые детали. Деталь не найдена, деталь не найдена. Ни хера не найдена вообще. Ужас. О-о-о. А там карабас весь какой-то гнилой. Коробка гнилая, прикинь. Так, проверяем. Бомбим уровень себе. Так. О-о-о, топливный фильтр новый. Смотри, дорогие здесь стоит. Так, здесь всё хорошо. На удивление. Так, электрику смотрим. Стартер, смотри, 81. Среднепредохранители новые. Нихуя-се. Нихуя-се. Смотри, большинство зелёненького. Офигеть. Так, хорошо. Ну и давай компрессометр. Компрессия вообще, смотри, десятку даёт. Вообще всё зелёное. Не машина, а сказка какая-то. А чё делать-то в ней тогда, если у неё всё заебись? Тормоза плохо работают. А, подожди. Она заводится вообще? Да блядь, куда я назад-то ссажись? Закройся. Так, давай попробуем её завести. Заводится. Так, а о чём проблема? Поехали. Всё. Тестовый трек. Где лофта? Сейчас прокатимся, сразу поймём. Там половина точно должна вылезти у нас. Подожди, а вот так подай. Ой! А почему камера на месте вообще осталась? Давай вот так вот. Вот так вот, да. Ой, Жужик какой прикольный едет как. Сука! А, нормально. Как же это неудобно, а. Разгон. Вот так вот бочком нормуль, хорошо. А было сильно не тормозить, выйти из-за носа ещё. Вообще было бы красиво. Давай, Жужик! Блядь, не машина, а самолёт. Офигенно. Хорошо так едет, рулится классно. Вообще не то, что эти ма-а-а-а, там раскоряки вот эти всякие, блядь, их носит, как говно в пружбе. Смотрим. Вот оно. Вот оно повылезало. Ну, короче, всё плохое, вот оно. Ясно, хорошо, спасибо. Смотрим, всё ли мы нашли. Так. Сален-блоки, стойка, вентиляторы. Опа, деталь не найдена. Нажимной диск сцепления, коробка. Всё, вот теперь можно смело её загонять. Мы нашли всё, кроме одной детали. Но мы сейчас её рассекретим. Так, ещё раз. Всё делается из-под низа, насколько я понял. Я вот ещё просто смотрел. Там коробка, стойки, там всё, короче, из-под низа. Давай, погнали. А, ладно, не закрыл херст. Ну, см... Ой, блядь. Так. Ой, блядь. Так, ладно. А генералический блок АБС разве там был написан, да? Ну ладно. Так, это чтобы это, это надо вот это, это надо с колеса начать. Снимаем колесо. А, вижу уже. Всё, там, короче, одно за другим прям вот так всё идёт напрямую, ржавое. Улетело. О-о-о, друзья-друзьяшки. Так, чинится? Чинится. Этот нормальный. Так, подожди, сразу иду чинить. Вот сразу пойду чинить, честное слово. Вот он, чиним. Починили, всё. Это покупать не надо. Так, а у меня, кстати, подожди. Список надо почистить. Вот так вот. Так, и запомнить, к компу мы больше не бегаем. У нас есть планшет. Всё. Так, это на заточку. Сейчас наточим, будет острый как нож. Так, понеслась. Так, ты точишь, я дальше пошёл делать. Так, хорошо. Далее, смотри. Нам надо, чтобы снять это, нам надо снять вот это. Просто снять, покупать не надо. Потом тягу снять. Потом уже рейку. Так, здесь, чтобы снять коробку, надо снять это, это, а для этого нужно снять подшипник, как я понимаю. Да. Вот, не подшипник, а вот отсюда, да, нужно. Так. И, кстати, посмотреть подшипник заодно. Подшипник вроде нормальный. Да, значит, подшипник нормальный. Так, тут вроде всё. Теперь с той стороны. Снимаем колесо. Не забывайте, друзья, ставить лайки, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, если вы впервые на канале. Будем с вами ремонтировать тачки и не только. Игр много. Играем во всяком. Так, готово. Так. Вот это сразу надо записать. Вот это сразу надо записать. Колодки. Так, это на проточку сразу ставим. Так, проточечка. Всё, там у нас этот заточился уже как раз. В смысле? Как-то нет необходимых деталей. Подождите, ты что? А, он совсем плохо. Понял. Добавляем. Ладно. Он совсем плохо оказывается. Что-то я погорячился. Так, хорошо. Снимаем вал. Так, подшипник вроде там нормальный. Снимаем, значит, сразу вот это. И снимаем... А, нельзя. А, ну да. Ай, он сверху надо его снимать. Так, ладно. Тогда рейку снимаем. Так, наконечник нормальный. Вот тяга дерьмовая, видно. Ага. Так, рулевая тяга. 10% ее нельзя. Так, починить. И снимаем. Рулевая рейка 10%. Я сейчас попробую в прикол посмотреть. А вдруг... Ни хера не вдруг. Всё, рулевая рейка. Так, рулевая тяга я не добавил? Не добавил. Не добавил. Нет? Не добавил? Да не то. Блядь. Рулевая тяга. Нет, добавил. Чё я, блядь, реально. Я забываю всё вообще на раз-два. Так, рулевая рейка добавил. Что там ещё? А, опустить. Генератор снять. Коробку снять. Самое интересное, что... А когда снимаешь коробку, там же тоже какое-то масло должно вытечь, нет? Так. А, это стартер, а не генератор. Ну да, логично. Так, а теперь снизу, да, доступ. Блядь. Ну ладно. Так, карабас, барабас. Сняли. Ай, блин, надо было ещё этот блок АБС сразу снимать. О, понятно. Карабасик сразу не починить. Это очень плохо, что его не починить. Он стоит, наверное, хулион просто. Так. Это в нормальном состоянии. Вот, нажимой диск сцепления сразу. Да, надо покупать. Так, здесь что? А здесь вроде всё в порядке остальное. Так, что там ещё было? Там что-то было по тормозам, по-моему, да? Не вижу, серьёзно. Вот здесь, по-моему, что-то есть. А, нет. А, да. А, вот она, ёпки. Ну, здрасте. Вот она. Так, чтобы это снять, надо снять, значит, чашку. Тарелку. Ладно, тарелку. Тарелка, чашка, блюдце, блядь. Какая нахуй разница? Так, нижнюю тарелку. И вот снимаем эту херобору. 10% рычаг задней подвески А. Так, хорошо. Так, что ещё? Давайте вспоминать. Рулевая рейка есть, рулевая тяга есть. Рычаг задней подвески А. Только что сняли. Сайлент малый, сайлент блок малый. Значит, малые сайлент блоки надо высматривать. А их высматривать я ненавижу. Потому что их не видно. Вот и всё. Так, вот этот вроде сайлент, он нормальный. Так. Так, погоди. Вот эти два. Так, этот вроде нормальный. Он чистый. Этот вроде тоже нормальный. Давай посмотрим с другой стороны. А, во, смотри ещё, что я нашёл. Стойка заднего стабилизатора. Во. Есть такое дело? Да, есть такое дело. Стойка заднего стабилизатора. Я не понимаю, как колесо, блядь, мешает снять. Смотри, снял колесо и могу снять эту деталь. Я вообще, я не понимаю. Ну ладно. Так. Добавил. Так, что ещё? Сайлент блоки. Давай спереди посмотрим наверняка. Вот здесь вот не видно, но вот здесь, по-моему, немалый. Здесь большой. Или малый? Здесь нормально вроде. Ай, по барабану. Слушай, давай просто снимать и всё. Я так не разгляжу там ни хера. Просто вот берём, смотри, хоп, снимаем. И смотрим, сколько у нас там чего процентов таких. Здесь всё нормально, сайлент блок, всё нормально. Всё, ставим обратно, просто-напросто. Я, блядь, иначе просто сейчас буду полдня здесь высматривать. А, и здесь, кстати, большие сайлент блоки, не маленькие. А там малый. Значит, это всё-таки сзади, наверное, что-то у нас. Здесь можно, значит, не смотреть. Значит, это всё-таки сзади вот этой штуки вот надо вот снимать. Вот эти. Вот. Давай снимем по-бырому. Смотрим. Нет, в порядке. Ставим обратно. Подожди, это какие были сайленты сейчас? Блядь. Это был не малый, это тоже были большие вроде, да? А, малый. Вот, как раз-таки малый. Вот. Но они нормальные здесь. Давайте сейчас с той стороны посмотрим. Слушай, я, насколько помню, было написано малый сайлент блок. Вот, наверное, может, вот эти вот. Да. Один нашёл. Так, один нашёл, хорошо. А их надо два. Так, где ещё они могут прятаться? Вот в этих штуках, конечно. Здесь всё нормально. Так, здесь нормально. Сейчас с той стороны посмотрим. Вот ненавижу вот этими поисками заниматься. Эти сайлент блоки, они меня реально немножко подбешивают. Честно. Да и здесь они нормальные, смотри. Они нормальные здесь. Хоп, смотри. Вообще отличные даже, я бы сказал. Вот он, один сайлент малый, другой большой. Так, хорошо. Где ещё может быть? Вот это херобора. Может быть? Может быть, наверное. Так, подожди. А вот в этой штучке могут быть? Вот эта штука. Она, по-моему, не на сайлент блоках. Или на сайлент блоках? Стойка заднего стабилизатора. Не, она вряд ли. А вот, смотри, подожди. А вот же он стоит-то, мать его. А что я отсюда вынимал? А что я вот отсюда вынимал? Подожди. Короче, я его нашёл. Так. Нажимное диск сцепление вытащили. Коробку вытащили. Вентилируемые диски. Сделал вроде, там один купим. Дисковые тормозные колодки. Вроде есть тормозной суппорт. Я починил. Деталь не найдена. Ещё одна в тормозах. Тормозах, тормозах, тормозах. Сука. А как же найти-то? Что ещё может быть в тормозах не так? Подшипник, но он вроде целый. Здесь нормальные подшипники. Кто я, чем обратно сразу? Что может быть ещё не так в тормозах? А, ну ёпта, ну да, ёпта, да даже, ну. Блок АБС, сраный. Я же его не снял. Не снял, вот он. Ну и всё. Разгадали мы, короче, это дело. Так. Ну всё, сейчас всё покупаю, всё ставлю на место и нахер её. О, его починить можно. 21 процент. А, куда бежать? Сюда. Ой, аж голова загружилась. Так, смотри. И, конечно же, хер там. А, вот, генералический блок АБС. Да, а почему он здесь? А почему он здесь, а не вначале? Объясните мне. Я не совсем понял. А, попробуйте ещё раз. Хорошо. Так, рычаг задней подвески Б. Это вообще чё? Что? Так, ну ладно, всё остальное вроде в норме. Пошли. Так, планшетик. Да-да-да, я помню. Дисковые тормозные колодки. Одна штука. Есть. Вентилируемый тормозной диск. Одна штука. Есть. Рулевая тяга. Одна штука. Есть. Рулевая рейка. О, 800. Нихера себе. Есть. Коробка передач. 650. Коробка передач. И рулевая рейка. Сколько? 900? Бля, ну как? Ну как? Бля, или я не знаю, как у них ценники просто строятся. Просто не понимаю. Ну да ладно. Ой, не то нажал. Нажимной диск сцепления. Взял. Рычаг задней подвески. Взял. Стойка заднего стабилизатора. Взял. Саленблок. Две штуки малые. Взял. Все. Вообще не подходя к компьютеру, я все сделал. Не то. Сейчас, секундочку. Список. Я забыл стереть. Да. Понеслась. Да куда ты? Спасибо. Вот. Все. Хуяк. Хуяк. Так. Это мы сделали. Это хорошо. Так. Все остальное делается из-под днища, насколько я помню. Ну, так, понеслась. Выжимной, нажимной диск сцепления. Есть. Есть такой. Прям надо утилизацию купить. У меня там уже говна столько, что. Так. Муфта. Карабас-барабас. Новый. Еще, наверное, весь в масле. Прямо с завода. М-м-м. Так. Подожди. Реечка. Рулевая. Оп. А рейку я починил, что ли? Почему у нее 80% было написано? Подожди. А, так как у вас это не рейку я ставлю? Ёпта. Вот рейка. Все. Глаза уже с ума сходят. Ебутся просто. Так. Есть. Так. Теперь вот эти штуки. Все верно. Я уже просто немножко это, да, устал. Так. Тормозные. Диски, колодки. Так, тихо. Колодки. Суппорт. Да, ё-моё, куда ты уехал? Так. Суппорт. Да нет же. Суппорта. Так. Суппорт. Шикардос. А, что не хватает? А, рулевые тяги, рейка. Тяга и рулевой наконечник, да. Есть колесо. Так, надеюсь, шины одинаковые опять не посмотрел. Вот здесь, наверное, одинаковые шины. Здесь машинка простенькая такая. Так. С этой стороны. Так. Ставим вот это. Так. Ставим тягу новую. А почему-то она тоже не новая была. А, новую я с этой стороны поставил. Ну да, логично. Так. Угу. Диск. Нет, нет, нет. Куда? Диск. Колодочки. Суппорт. Зашибись. И колесико. Так. Готово. С этими колесами у нас что тут надо? Давайте вспоминать. Так. Вот эту маленькую херовинку надо. Вот эту, да. Все. И колесо. Тут все. Вроде как все. Так. А вот здесь вот надо сайленты ставить. Так, сейчас. Вот сайлент. Блок. Маленький, да. И вот эту херобору. Что-то мы еще не поставили. Блядь, что-то мы еще забыли. А, ну это пружина-то понятно. Нет, пружина это не то. Пружину мы там еще поставим обратно. У нас же было два сайлентблока. А где второй сайлентблок я потерял? Вот он, да, 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 да. Все, вспомнил. Вот он. Вот. Вот. Теперь еще все. Так, смотрим. Где машина? Угу. Так, готово, 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 готово. Все готово. Так, колеса на месте, колеса на месте. Все, сделали машину. Жижи нам менять не надо. Нас об этом не просили. Выматываем на улицу. И отдаем. Так, автобильный собран. Не хватает стартера. Ну, конечно, я помню. Я же коробку снимал, точно. Прикрутим. Так и быть прикручу. Но только сегодня. В другой бы раз не прикрутил бы ни хера. Так, все. Пошел нахер. Изы... Ой, 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 ой. Да не то. Ой, да не то. Машина-призрак. О. Так, забирай свою колымагу. Все, забрали. 14 тысяч. Вот сейчас можно купить и кузовной ремонт, друзья. Смотри. Покупаем кузовной ремонт. Ремонт кузова, да. У нас остается 9700. В принципе, хороший ценник. А сколько стоит утилизация? 2 500. По херу. Давай купим. Так, за гаражом появится утилизация. Давай посмотрим. Утилизация где? А, вот это контейнер, наверное, да? Да, вот это утилизация. Верстак, контейнер для металлолома. Так, точно. Начать переборку? В смысле начать переборку? Подожди, а что значит начать переборку? Ну, давай попробуем с чем-нибудь маленького. Так, куда мне надо попасть? А, большой бонус, просто бонус. А, успех. А мне это дает какие-то очки, смотри. Какие-то штучки. А нахера они мне? А! А, улучшение деталей? Подожди. Улучшение, блядь, каких деталей? Что, блядь? Что это? Я не хотел. Я другое хотел. Я хотел просто денег заработать. Я не понимаю. Смотри, я делаю какое-то улучшение. Смотри, стоимость 200 кредитов, а так будет 205 кредитов. Я что-то немножко не на то рассчитывал совершенно как-то, если честно. Что это за... Я нет. Я, блядь, да зачем мне это покупал? Я-то думал, я просто буду их сдавать в металлолом детали, а мне будут за это бабки давать, как бы. Да не, попал. Бонус 2. Не попал. Бонус 2. Не попал. Хочу в голубенькую попасть, не получается. Оп, есть, большой бонус. Не попал. Ой, вообще мимо. Ну, это неинтересно, серьезно, не попал. Бонус в обычную, в зеленую бить. В зеленую проще. Я не врубаюсь. Зачем мне улучшать какие-то детали? Я вообще не понимаю. Они так хорошие, зачем их улучшать? Что будет с ней улучшить эти детали? Что это мне даст? То есть, это я просто разламываю, как бы. И получаю какие-то вот эти шестеренки сраные. О, большой бонус. Не попал. Вот падла какая. Так, шестнадцатая. Давай тоже это все в металлолом, начать. Ах, чуть-чуть не попал. Мях, не попал опять. А вот кузовню не знаю. Кузовню мы можем ремонтировать. Кузовню мы оставим. Подожди. Не попал. 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 Кузовню оставляем. Попал. Стекла тоже оставлю. Не знаю, может, полировать как-то можно. Я понятия не имею. Есть. Свечки. Блядь, нет. Попал. Цепь. ГРМ не попал, сука. Так, еще одна свечка. Нахер. Колодки шестьдесят шесть. Давай вот это вот сломаю. Потому что шестьдесят шесть что-то иногда не качет почему-то. А уже, которая выше, я оставлю. Шестьдесят восемь тоже сломаю. Не попал. Да. Вот. А семьдесят четыре я уже оставляю. Так. А что за улучшение-то? Качество. Невыходимо материалов. Тюнинг. Я вообще не понимаю. Давай чем... Я даже не знаю, что улучшить. Просто что мне это даст? Блядь, я не понимаю. Или типа я улучшаю, и потом дороже продаю эту деталь просто, и все, и таким образом я на бабки навариваюсь, что ли? Ну да, вот распредвал В-8. Не, ну это нахер. Давай крышку головки... Не, ну не буду я ничего делать. Ху-е-та, короче. Мне это не понравилось. Я бабки втюхал, а толку нету. Давай попробуем отремонтировать кузовню нашей вот этой вот ласточки. Ласточка. Перегоняем куда? Ремонт кузовни нам надо. Краска. Первый подъемник. Давай попробуем. Так, подожди. А где он должен был появиться? Да не то. Он же где-то должен был появиться. Подожди. Сварочный аппарат. А, так вот он. А-а-а. О-о-о, как... Да, да. Так, да. Отремонтировать фа-фа-фа-фа-фа за 500 кредитов. Так, подожди. Нет, подожди. Я хочу... Смотри, давай запомним. Смотри. Во. Задний бампер. Переднее левое крыло, переднее правое крыло. Передний бампер. Правое, передняя фара. Короче, два бампера и два крыла. Давай, пробуем. Ой, ой, ой. Сейчас взорвется к ебной матери. Искрит, искрит. Обнетушитель неси. Так, смотрим. Блядь, и что мне это дало? Слышь? Что мне это дало? Что за наебы? Нихера не отремонтировалось. Вообще, ни хера от слова совсем. На хера? Не, ну вот это меня сейчас расстроило, друзья. Как это работает-то? Объясните. Смотри. Добавляю в гараж сварочный аппарат. Открываются заказы на ремонт кузова. Ремонт кузова. Повторяю. Ремонт кузова. Вот кузов. Может быть, надо снять? Нет, ну у него же, смотри, он же передвигается, типа. Видишь, он передвигается. Использовать оборудование как? Передвинуть. Первый подъемник. Хуяк передвинул. Вот крыло. Давай я сниму крыло. Вот оно. Так. Отремонтировать ФВВ Пантер МК-1. Пантер МК-1 — это название машины, правильно? Да. Это типа название машины. Но она ни хера не делает. А как кузов ремонтирует? Меня наебали сейчас просто. Я купил сварочный аппарат за 5 тысяч. И меня просто наебали. Меня начинает бесить. Отремонтируйте или замените детали кузова. Отремонтируйте или замените. Детали кузова. А, тут не детали кузова. Тут ремонт кузова. Хорошо, подожди. А где? Хорошо. Ну, допустим. Детали кузова. Где можно детали кузова? Двигатель. Двигатель. Сканер ОБД. А где детали кузова? Диностенд. Подожди, детали кузова я хочу. Так, и где детали кузова? Я не понимаю. Кстати, возможность ремонтировать детали группы 5. А это? Ёб твою! Возможность ремонтировать кузовные детали. То есть, здесь вот это кузовные детали. А ремонт кузова, это когда кузов повело. Не детали навесные, а саму, типа, раму. Ёб твою-то мать. Ёб вашу-то. Ой, блядь. Ну, мне надо сколько? Шесть очков опыта на это. Ёб. Ёбти, серьёзно. Ну, как так-то? Вы серьёзно? Ой, блядь, я в ахере. Я в ахере. Просто вот, вот просто нахер. Нахер я это всё покупал. Дрите налево. Всё, выгоняем машину обратно. Мне не хватит денег теперь на неё. Так бы хватило. А теперь не хватит. Я-то думал, я сейчас возьму кузов, отремонтирую его, там подстучу, зашпаклюю, типа, знаешь, типа вот того. Это фигня, это фигня, однако. Так, ну чё у нас там по времени, друзья? А не чё по времени. Короче, мы налажали, мы купили не тот сварочный аппарат. Эту штуку мы будем делать уже в следующем этом самом. В следующем видео. А пока что купим уровень на улучшение ремонта, чтобы ремонтировать именно детали кузова. Да. И надо разобраться, что вот эти шестерёнки значит. Улучшение деталей. Я не понял, зачем их улучшать. Вот честно, я не понимаю, зачем их улучшать. В чём смысл улучшения деталей, тоже узнаю, почитаю, разузнаю. Друзья, если вы впервые на канале, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте все колокольчики, чтобы все уведомления к вам прилетали, вы ничего не пропускали. Репосты, комментарии пишите. Приветствуются, конечно же, почитаю, отвечу чьим-нибудь. Ну и ваши лайки, пальцы вверх под этим видео. Ставьте, поможете мне и моему каналу. Скажу вам за это большущее спасибо. На сегодня всё. Бэху оставляем на потом. Сарай этот грязный. Зайца он, блядь, сбил. Ну-ну. Папе не говорите только. В следующий раз его починим. Всего хорошего, удачи. Пока-пока.